Ситуация в нашей стране, тема номер один для России, происходящая в Киеве, обсуждали сегодня на Совете Безопасности Российской Федерации. Москва приветствует подписание соглашения в Киеве, хотя под документом и нет подписи представителя России. В МИДе, тем не менее, заявили, это не означает, что Россия не заинтересована в поиске компромиссов, которые позволят незамедлительно прекратить кровопролитие и вернуть ситуацию в правовое русло. Финансисты тем временем решили заморозить финансовую помощь Украины. До стабилизации обстановки. В ситуации разбирался наш российский корреспондент Вениамин Трубачев. Ситуация в Украине, главная тема обсуждения на заседании Совета Безопасности России. В совещании участвовали президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и все руководители силовых структур. Однако, какие решения были приняты, неизвестно. Разговор проходил без журналистов и комментариев после окончания заседания не последовало. За последнее время российский Совбез уже трижды обсуждал события в Киеве. Под вопросом остается и выделение 2 миллиардов долларов финансовой помощи. Российская власть ждет, пока будет сформировано новое правительство. Мы планировали выделить очередной транш в рамках этого решения. Однако, в сегодняшней ситуации возникает много вопросов по поводу того, как эти средства будут использованы и как будут потом возвращаться. Нужно дождаться прояснения и стабилизации ситуации. Кризис в Украине может повлиять на торгово-экономические отношения с Россией. Об этом сегодня заявил министр сельского хозяйства. Николай Федоров опасается перебоев с поставками украинских товаров. Впрочем, пока таких проблем нет. По словам министра, на текущий момент все контракты выполняются. Вениамин Трубачев и Олег Неведомский. Подробности российское бюро телеканала Интер. Москва.